Это только кажется, рассказывает учитель начальных классов Татьяна Федорова, педагог из династии Рыгаловых, что 30 лет образовательной деятельности большой срок. Годы пролетели как мгновение. Менялось время, частично система образования. На смену первоклассникам приходили новые, пока еще маленькие люди большой страны. Но одно оставалось неизменным, отмечает работник образования. Любовь и преданность детей своему первому в жизни учителю. Был у меня один выпуск, которые каждый день, уходя домой, подходили ко мне, обнимали и уходили. Вот такое было прощание. Ну и сейчас подбегают, что-то спрашивают, рассказывают. Но видно по их глазам. Глаза детей не обманывают. В том, что глаза детей, зеркало души, отмечает и мама Татьяны Федоровой, глава педагогической династии, ветеран труда и педагог дошкольного образования Валентина Рыгалова. В системе образования она проработала 51 год. Как музыкальный работник обучала детей петь, танцевать и к каждому старалась найти индивидуальный подход. Идешь с работы, вот они идут из школы, бегут, бежат, бегут, обнимаемся. Так вот, если, значит, любят. Из нескольких педагогических династий, которые были приглашены на торжественную церемонию награждения, династию Рыгаловых общий педагогический стаж, который насчитывает 287 лет, сегодня признали лучшей. Победитель первого конкурса педагогических династий Самарской области, династия Рыгаловых. Из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова династии Рыгаловых вручили диплом победителя и единовременную денежную премию в размере 500 тысяч рублей. Наград в Международный день учителя удостоились и лучшие педагоги региона. В их числе Светлана Корнаухова, учитель русского языка и литературы образовательного центра «Южный город». Ирина Шугаева, учитель истории и общества знаний 132-й Самарской школы. Виктория Пистолетова, директор 43-й школы городского округа Самара и многие другие. Губернатор региона поздравил педагогов с заслуженными наградами, особенно отметив профессионализм и стремлению вырастить не только будущих научных деятелей, учителей, медиков, но и самых настоящих защитников нашей Родины. Как же важно, что патриотическое воспитание в Самарской области велось все эти годы и с каждым годом мы планку все выше и выше поднимаем. Не случайно у нас лидирующие показатели по движению школьников, по юн. армии. Это все тоже во многом благодаря вам. Спасибо вам за то, что в каждом ребенке вы видите человека неординарного и таланта. И дай Бог, чтобы таких учеников, учеников способных, учеников благодарных, у вас было как можно больше. С профессиональным праздником со сцены театра оперы и балета педагогов поздравила и народная артистка России Илзельепа, вновь представив гала-спектакль «Князь Владимир». Ваш труд необычайный. Он, наверное, сейчас самый важный. Поэтому спасибо вам огромное и поздравляю вас всех от всей души, от всего сердца. День учителя сегодня празднуют не только в России. Он был учрежден по инициативе ЮНЕСКО 5 октября. Именно тогда, в 1966 году, в Париже была проведена конференция о статусе учителей и подписан первый международный документ, определивший правовой статус работников образования. В этот день принято чествовать преподавателей, благодарить их за труд и вклад в воспитание подрастающего поколения, а также дарить учителям подарки, радовать их цветами и торжественными поздравлениями. Кстати, свои первые презенты педагоги начали получать еще ранним утром. Ведь даже в такой важный профессиональный праздник никто не отменял уроки, звонки, классные часы и ответственность перед будущим нашей страны, любимыми учениками. Ольга Павлова, Константин Головин. События.